Получила еду счастливая. Сейчас все посмотрим. Спасибо тебе! Всем привет! Вы на канале Цветоводы всех стран. Объединяйтесь! Меня зовут Юлия. И сегодня я хочу вам показать посылочку, которая прилетела ко мне еще перед Новым Годом, к празднику. Но я вам ее не показывала, потому что так меня просил об этом человек, который прислал мне эту посылочку. Есть такие скромные люди, которые не хотят, чтобы о них рассказывали, чтобы о них упоминали с экрана. Я это прекрасно понимаю, но посылка была настолько интересная, настолько удивительная, что, конечно, мне очень-очень хотелось показать ее. И уговаривала я, уговаривала. И все-таки удалось мне получить добро. И сегодня я вам покажу, что же было в этой посылке, что меня так удивило. Но без упоминания о человеке, который прислал мне эту посылочку. А очень жаль, потому что у меня на душе столько добрых слов, которые бы я хотела сказать в адрес этого человека. Но перед тем, как показать, что было в этой посылке, я хочу буквально пару слов сказать такой предыстории. Кто смотрит мои видео, знаете, что у меня в последнее время случилось увлечение птицами. Вот началось все с этой музыки ветра, которую мне подарила доченька. И очень мне это понравилось. И я решила, что птичек должно быть у меня как можно больше. И вот в прошлом году, уже зная мое увлечение, мой сынок мне дарит такую совушку. Совушку-цветочницу. Видите, у нее глазки, как цветочки. Вот такая прелесть. И, конечно, настолько она мне понравилась, так я стала увлекаться совушками. И мои любимые зрители, мои друзья стали присылать мне совушек. Уже у меня их много. Будет отдельное видео. Я вам покажу прямо свою коллекцию с совушками, с птичками. Что у меня за вот этот последний год набралось. Какая коллекция. Но когда я открыла эту посылочку, не сразу, а постепенно. Мы с Полиной доставали подарочек за подарком. И когда все уже смотрели, такого количества совушек сразу у меня не было никогда. Я хочу показать, что же в этой было посылочке. Не только совушки. Был еще и вот такой контейнер. Очень удобный, очень красивый. Это прямо для дачи я оставила этот контейнер. Сюда можно вниз положить гарнир. А сверху какую-нибудь или отбивнушку или котлетку. Очень-очень удобно. И компактно, и ярко, и функционально. Обязательно буду пользоваться. Брать с собой на дачу этот контейнер. Потом еще было вот такое мыльце. Это мыло непростое. Во-первых, оно называется Леди Восхищение. Это натуральное мыло Духи. Представляете? Сейчас вот пока оно, видимо, так хорошо запечатано, я не чувствую. Но у меня еще и... Я простужена, заложен нос. Поэтому не чувствую аромата. Но я уверена, что это будет чудесный-чудесный аромат, который мне обязательно понравится. Были в этой посылочке еще салфетки. Салфетки не простые, а с подсолнухами. Подсолнухами. Когда-то до птичьей темы у меня была такая концепция. Я хотела свой дом оформлять подсолнухами. Чтобы было много-много подсолнухов. Но сейчас уже концепция пересмотрелась. Теперь у меня птичья тема. Но подсолнухи я все равно очень-очень люблю. И самое главное, они подходят, вот эти салфеточки, мне по цвету к веранде. Будет очень красиво оформить так праздничный ужин этими салфетками. Но плюс еще к тому, что они подходят для декупажа. А я хочу попробовать себя в этой области тоже. И, может быть, что-то задекупажирую. Если это правильное слово. Так, дальше идем. Ну, все. Теперь уже начнется Савиное царство, если можно так сказать. Начну пока с вот такого блокнотика. Блокнотика. Прелесть. Он, во-первых, весь в совушках. Это раз. А тут вот эта главная сова с чашечкой кофе. Как вы думаете, кого я представляю, когда смотрю на эту сову? Конечно же, себя. Как я с чашечкой кофе гуляю по своему саду. Когда же уже будет дачный сезон новый, чтобы мы могли выпить чашечку кофе у себя в саду. Прямо жду, не дождусь этого момента. И здесь я сохранила записочки. Потому что каждому подарку была приложена записочка. Очень теплая, очень душевная. И мне нравится, я буду обязательно сохранять. Как сохраняю каждое ваше письмо, каждую вашу записочку. Все это у меня складывается. Дальше идем. Покажу вам вот такую прелесть. Это магнитик. Магнитик на холодильник. Написано на нем доброго утречка. И каждое утро я, подходя к холодильнику, смотрю на эту милую совушку. Ну, такая она маленькая, с сумочкой, хорошенькая. И мне все время говорят, доброго утречка. Конечно, кого я вспоминаю? Правильно. Тебя, моя хорошая. Если ты смотришь сейчас это видео. Вспоминаю каждое-каждое утро. Тем более, практически каждое мое утро начинается с того, что я читаю сообщения от тебя. Теплые, добрые. Такие важные и нужные слова ты каждый раз находишь. Мне кажется, что ты прям чувствуешь мое состояние. И в нужный момент обязательно пишешь мне что-то очень-очень важное и необходимое мне в этот момент. Спасибо тебе огромное. Мое утро часто, очень часто начинается с того, что я пью кофе и просматриваю ваши сообщения. И сразу такая радость, такое, знаете, воодушевление. Сразу хочется что-то делать, творить. Хотя, наверное, для вас тоже не секрет, что у многих блогеров, да практически, мне кажется, у всех есть такие моменты, когда хочется закрыть канал, перестать снимать, перестать показывать свою жизнь. Потому что эмоционально, в первую очередь. Это занимает очень много времени, но самое главное, это очень сделать эмоционально тяжело. Если кому-то кажется, что это так просто, сел перед камерой и рассказываешь, ничего подобного. Вы знаете, как надо собраться, чтобы не разрыдаться и чтобы не наговорить лишнего. Это очень-очень тяжело. Я, например, каждый раз снимаю, каждое видео, ну раз по 10 это точно. Вот сейчас это, наверное, дубль 20-й, когда я пытаюсь снять это видео. То я заплачу, то я растеряюсь, то мне срочно надо попить. В общем, это очень-очень сложно. И когда ты думаешь, что вот всё, надо закрывать канал, ты получаешь какое-то вот такое или сообщение, или комментарий, или вот прилетает посылочка. И ты думаешь, ну как вот с этими людьми нас сблизил и познакомил интернет, YouTube, подарил нам эту возможность. Потому что мы живём очень-очень далеко друг от друга и, скорее всего, никогда бы не увиделись, а может быть и не увидимся. Но мы общаемся, мы уже дружим, мы уже поддерживаем друг друга. Мы уже много знаем о семье, вот, ну, людей, которых близко общаемся, вне YouTube. Мы уже знаем какие-то такие вещи личные. И это очень хорошо, это очень важно чувствовать, что у тебя есть вот друзья где-то очень далеко, но они есть. Знаете, как говорят, когда вы знакомитесь с каким-то человеком, между вами завязывается ниточка. Вот между людьми протягивается такая невидимая ниточка общения. И если вы общая, ну, как бы на разной по жизни идёте волне, эта ниточка быстро рвётся. А если вы чувствуете одинаково, вы, ну, как-то ко многим вещам относитесь одинаково, то эта ниточка, она только крепнет, крепнет, становится крепче, ваше общение становится более близким таким. И вот говорят, чем больше ты держишь этих ниточек в руках, то тем ты счастливее, тем больше людей, с которыми ты вот близко так можешь общаться, которые понимают тебя, а ты понимаешь их. Ой, повело меня на философство. Ну, вот, получая ваши подарки, письма, я вот каждый раз анализирую, почему так происходит, и понимаю, что это всё не просто так. Всё так должно быть. Вот. Ну, давайте приступим дальше. Покажу вам вот эту прелесть. Это баночка. Даже не знаю, для чего я буду её использовать, потому что она мне очень-очень нравится. И, ну, что-то такое, чтобы часто её мыть, мне не хочется её использовать, потому что, посмотрите, какая она. И помимо того, что вот здесь такая верёвочка эта джутовая, да, пуговка, это сердечко такое милое, вот это оформление очень симпатичное, мне кажется, вот от мытья, оно это всё будет выглядеть уже не так симпатично. Ну, вот эта совушка на крышке этой баночки, она меня, конечно, вообще потрясла. Думаю, ну, надо же, это же надо было разглядеть, что на этой баночке вот такая совушка сидит. Это Полинка у меня увидела. Я даже, когда мы первый раз открывали посылку, я даже не поняла. А она разглядела, что здесь совушка есть. Представляете? Дальше. Дальше вам покажу чехол на подушку. Когда мы открывали, там была записочка. Подушка под спину подойдёт по цвету на любимую веранду. И правда, посмотрите, какого она цвета. Как моя веранда, один в один. А когда мы её открываем, то видим вот такую прелесть. Это совушка. Такая нарядная, такая глазастая, такая красивая. В окружении листочков. Ну, очень-очень мне нравится. Это теперь будет моя любимая подушка, которой я буду и под спину, и вот так в обнимку с ней сидеть летними вечерами. Это точно. Ну, прелесть. Очень красивая. Смотрите, какая. Нравится мне. Дальше идём. Покажу открыточку, которая была в этой посылке. Посмотрите. Тоже сразу я прям и не поняла. Думаю, да какие Олежки хорошенькие. Около ёлочки, зайки, белочки. Потом смотрю, батюшки. Да тут же совы сидят. То есть даже в открытке присутствуют совушки. Вы представляете? Да вообще. Прелесть. Прелесть. Прямо вот на мою коллекцию открыточек. И носочки, и птички несут игрушечки на ёлочку. Прелесть. Это совушка. Совушка говорит вот с пожеланиями счастья в Новый год. Дальше. Дальше. Вот такое чудо. Я, честно говоря, когда мы открывали посылку, мы для себя, зная, что это нельзя выкладывать, просто для себя, для истории, для семейного архива записывали, как мы с Полинкой открывали эту посылку. Я была, честно говоря, рада, что мне не надо это выкладывать на YouTube, на всеобщее обозрение, потому что это были такие эмоции. Там и слезы, и радость, и хохотали мы, и разглядывали это все. Посмотрите, вот в таком стаканчике живет вот такая совушка. Такая прелесть. Она одним глазом смотрит, а один глаз у нее спит. Это светильник, который заряжается от батареек солнечными, и потом будет мне вечером светить на Веронюшке. Представляете, какая красотища будет! И... А, нет, вот еще забыла вам показать. Вот такие подставочки под тарелки. Салфетка под тарелки. Вот такая цветочная тема. А тут... Представляете, какая прелесть! Ну, очень-очень! Конечно, я хотела оставить и увезти это на дачу, чтобы эти совушки тоже бы жили у меня на даче. Ну, во-первых, здесь зима, здесь идет снег, и она такая новогодняя, такая вот праздничная, что мы уже вовсю пользуемся ими. Они у меня лежат здесь на столе. И вот вторая. Такая нежная, такая хорошенькая. Глазки у этих совушек, как у настоящих, просто прелесть. Тоже новогодняя, тут и снежинки, и снежок идет. Очень-очень мне нравится. Ну, и давайте покажу вам то, что... Правда, я уже показывала, вконтакте выкладывала, не удержалась. Вот этих малышек. Это совушки. Две совушки, которые, как написано было в записочке, это объединившиеся цветоводы. Представляете, эти совушки уже могут быть как талисманом моего сада, моего канала, самое главное. Да? Вот такие цветоводы. Один спит, а другой думает. Что же такого нового на канале сделать интересненького, чтобы моим, нашим зрителям было интересно. Вот такое чудо у меня есть. Вот поделилась с вами. И какая удивительная по своему содержанию посылка, но она уникальна другим. Когда я открыла, когда я это все посмотрела, я поняла, что человек собирал эту посылку очень-очень долго. Ведь невозможно прийти в один магазин и купить вот эти совершенно разнообразные товары именно с совушками. Вы видите, они все-все-все практически с совами. Значит, это каждый раз, приходя в какой-то магазин, человек видел какую-то вещь с совой. Там, допустим, вот этот чехольчик на подушечку. Тут же вспоминал про меня, про меня, Юлю из Серпухова, с далекого Серпухова. Мы находимся очень далеко друг от друга. И думал, ведь Юля любит совушек. Ведь ей надо подарок и посылку собрать. Вы представляете? Ну как от этого можно не расчувствоваться? Вот вы мне объясните, как это можно не оценить? Когда вот каждый раз, каждый в следующий магазин заходил, видел там баночку, видел на ней крышечку с совушками. Я опять вспоминал про меня. Поэтому я очень-очень хотела показать вам эту посылку, показать вот, насколько люди, которые никогда вот так не общались друг с другом, никогда мы не виделись, и может быть даже и не увидимся. Но человек помнит, думает обо мне. Это дорогого стоит. Это я вам не передам, какие чувства у меня я испытала в тот момент, когда открыла эту посылку. Спасибо тебе, моя хорошая, спасибо тебе, моя дорогая, за то, что ты есть, за то, что мы с тобой познакомились, за то, что мы с тобой общаемся. Спасибо за твоё... за моё доброе утро, которое зачастую вот ты мне даришь. Спасибо вам, всем, мои зрители, которые заходят на мой канал, которым интересно, что творится у меня в саду, что творится в моей жизни, которые находят время написать мне добрые комментарии. Это тоже подарок, это тоже поддержка от вас. Спасибо вам огромное. Даже кто просто ставит пальчик вверх, это тоже ваше внимание, это тоже ваше хорошее ко мне отношение. А чем больше мы будем дарить друг другу теплоты и доброты, тем будет лучше. Вокруг чищем, светлее будет наш мир. Это однозначно, это уже доказано. Чем больше человек посылает добра от себя, тем больше к нему оно возвращается. Я в это верю и желаю каждому, кто смотрит сейчас это видео, только доброты, здоровья. Всё хорошее, что может быть на планете Земля, пусть будет у вас. Но главное – это мир в наших домах. Мир в ваши дома. Пока-пока.